МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудно представить себе современный музей без мультимедийной экспозиции. В нашем музее это вселенная белого медведя, которая отражает тождественность и однородность мира белого медведя и мира Арктики, включающего в себя великое множество других миров. Наша экспозиция разделена на две части. Мы сейчас с вами находимся в разделе «Полярная ночь». На фоне звездного неба в экспозиции представлена карта ареала обитания всех популяций белого медведя. Рождаясь на острове Врангеля, этот огромный исполин путешествует по кромке арктических льдов, вслед за добычей арктическими тюленями, нерпами, и совершает кругосветное циркумполярное путешествие по всему миру Арктики, объединяя страны и народы. На информационной панели, которую мы часто называем энциклопедией белого медведя, можно все узнать об этом гигантском исполине. Можно познакомиться с его размерами, весом, узнать, сколько живет белый медведь, а даже познакомиться с строением его меха, узнать, что кожа у него черного цвета оказывается. И даже можно попасть в сакральное место, в берлогу, и посмотреть, как у мамы-медведицы, которая весит около 300-400 килограмм, появляется на свет маленький медвежонок, буквально с ладошку величиной и весом всего 700 грамм. Один из разделов энциклопедии рассказывает о взаимоотношениях человека и белого медведя. Издревле люди охотились на этого белого исполина ради шкуры и мяса, но затем они, конечно же, проводили обряд благодарения и проводили праздник белого медведя. Для эскимосов, которые называют белого медведя на нук, это было священное животное, и считалось, что во время охоты на этого огромного хищника происходит взросление, становление мужчины, его инициация. Также в разделе «Полярная ночь» есть специальный детский лайбокс, где герой популярного мультфильма «Умка» отвечает юным посетителям на самые часто задаваемые вопросы. «Привет! Давай знакомиться! Я белый медведь! Я огромный хищный зверь! Но ты меня не бойся! Договорились? Я тебя не обижу!» Кстати, автор мультфильма «Имя медвежонка» выбрали не случайно, ведь белый медведь по-чукотски звучит как «Умка». Второй раздел вселенной белого медведя называется «Полярный день». И здесь нас встречает робот-гид, который через сенсорную панель следит за посетителями и отвечает на все вопросы о белом медведе. «Приветствую вас! Спросите меня что-нибудь о жизни белых медведей!» «Товарищ, не проходите мимо! А вы знаете, сколько может проплыть белый медведь? Попросите меня рассказать!» «А также нас встречают медведи-аниматроники, которые выполнены натуральную величину». «Прототипом вот этого взрослого белого медведя стал медведь, обитающий в Пермском зоопарке. Причем все наши модели, они рычат и двигаются». Ведущим элементом этого раздела является интерактивное зеркало, или, как ее еще называют, дополненная реальность. Вот здесь посетитель оказывается в анимационном фильме «Среди льдов Арктики и полярных животных». Это вообще соответствует одному из основных принципов экспозиции вселенной белого медведя – единения мира человека и мира природы. «Среди льдов Арктики и полярных животных»